Слава был здоровым, да. Да, ну... Встреча с солдатами... Не собрались на Киеву текать? Ну, долго тоже собрались. Если влада обхитрить... Солдаты, которые были настроены серьезно, понимаете? Автоматы про тебя настроены серьезно. Просто они как начали увольняться? Одному человеку. А, то ты рассказывал. Один человек, забрали автомат. Ростягивали. Дуже долго растягивали. Ростягивали до трех месяцев. И солдаты рады, довольны. Чеготочка, все. И домой. Все, и так... Маленько расформировались. Спочатку правый сектор по одному человеку. Тук-тук-тук. Подходят, до тебя по одному предлагают. Знаешь, можешь перейти на контракт, но в Збройные силы платим. И справа сектора по одному. А золото? Потому что гроши, понимаете? А золото тоже там... Хлопцам, ну, без грошей. Волонтери... В частности, волонтеров прижимали, не пускали. Знаете? Бо коли волонтери приезжают, тебе дают, помогают. Волонтера не пустили. Все протекают берцы. А ты знаешь, давай мы тебе дадим 12 тысяч. И так по одному, по одному. И все хитро делается. И очень аккуратно, и очень разумно. Вот Порошенко, он очень разумный. Бизнесмен. Хлопцы думали, что сейчас все, первая демолизация, мы копаем, едем на Киев. Ну, все продумано. Они боятся армии, верно? Понятно, что боятся. Боятся что-то сделать, чтобы резонанс не пошел туда, и хлопцы резко не рванули. Ну, армия там присяга. Ты подневольный. Только доброволец найдется какие-то вождь. Поднялись и пошли. И Украина еще вообще существует как государство благодаря тому, что присяга не исполняется. Как правило. Присяга что? Не исполняется. Благодаря тому же, что приказы не исполняются. Если бы добровольческие подразделения исполняли бы все приказы, давно бы уже и в Мариуполе сдали бы, давно бы уже и в Киеве были бы уже зеленые человечки и до запада. Лишь благодаря вот именно тому, что люди с совестью, имеющие совесть еще, имеющие какие-то моральные представления, понимают, что есть вещи гораздо более важные, чем присяга и чем команды командира. Когда Ризник рассказывал, сколько раз выводили с Мариуполя войска. Украинские полностью выводили, сдавали россиянам. Пять раз. Это только лишь пока Ризник и... Кто еще был? Да, Губль тоже. Вот значит и... Брат был майор. Да, вот тоже были. Тоже пиздец. Лишь благодаря тому, что комбат Айдар отказался выполнять приказ и оставил, хотя в десятки раз превосходящие силы противника, хотя шансов никаких, но они решили умереть там. И люди сами, простые мариупольцы выходили, ляко покормили их, значит там заботились, и потом войска безусловно возвращались. Потому что те, сепаратисты, террористы всякие, в десятки раз превосходящие силы, вооруженные лучше все, да? Но на них страх нападал. Сверхъестественно. Если бы не правый сектор, не Азов, Айдар, ну Азов там, Айдар вот, где стояли Донецка, то сейчас бы сепаратисти были тут. Все показано так. Просто я... Если бы не правый сектор, я уже вот это говорил прошлого собора, если бы не правый сектор, вот. Хлопцы, первый призыв, они вообще, ну я не знаю, почему так, у нас брали его, замполит брокер, батюшка, поверьте мне, что такое, хлопцы отможаются воювать. С этого комбат взбирал 700 до 1000 человек батальона. Комбат взбирал 12 человек Елена Збирова, чтобы идти на передовую. С 1000. Представляете? С 12 000 человек, да? Да. Не, с 1000, 12 человек. Вмоляв, обещав, что-то, понимаете? Просто было все перестрашено. А эти хлопцы, они шли за едею, они там лягали, понимаете, без проблем. А почему так было? Потому что хлопцам сказали, вы побудете 40 дней у вас домой. И когда они приехали сюда, первый месяц, они их обманули. Они были, ну, какая там война, ты что, были в зле на свое руководство. Понимаете? Все. Прямо аппетитом. Никакого, никакого боевого духа, никакого не было. Ну, это вообще, я с этим парнем тоже, солдатом познакомился в тренинге. Он попал в плен куда-то, или в Ростов, или в Ростов. Говорит, там база данных у русских войск, вся была база данная по именной всех солдат. То есть информацию сливают просто. Если Украина хочет выстоять вообще, это, говорю, процентов 90 нужно генералов просто к стенке поставить. Или же в тюрьму, по крайней мере, чтобы не мешали. Вот, потому что в основном генералитет, это и СБУ руководство, и генералитет, это все предательство. Конкретно, они работают на возрождение империи, Советского Союза. Это как дураку ясно уже думаю. Ну, просто сейчас молиться, либо чтобы было покаяние сверхъестественное было у этих людей. Либо Бог будет убирать их, или же должно быть реальная, как мы говорили, илюстрация. Все, во-во-во. Сейчас говорят, что вот берут и сравнивать чудеса, то одна война, ни одна война в свете, не было сколько чудес, так сказать, вы израильтян? Да. И вот сегодня все, что Руслан говорит. Да. В истории вообще... Да. Появление чудес, да, Боже? В современной истории, я говорю, это без всякого преувеличения. Я не говорю это, ну, никак, ну, я люблю Украину, и как украинский епископ, да, я могу говорить. Но, я считаю, я говорю это не как даже украинский епископ, а говорю это, изучая историю вообще. Люблю очень изучать историю, и новейшую тоже. И во всякой войне есть чудо. Во всякой войне есть чудеса. И это все ветераны это знают. Рассказывают, пересказывают, и я слышал это из разных уст очень разных людей. И афганской, и всякой чеченской, и вот, и Второй мировой разных войн. Но, значит, вот то количество чудес и вообще вот то качество, которое происходит сейчас, вот там, на востоке Украины, это однозначно показывает, что это можно сравнить только лишь с историей вот новейших войн Израиля. Новейших войн Израиля. И это однозначно говорит, что Бог сегодня хочет что-то здесь делать вообще. Аминь. Если бы не Бог, то я не говорю, что там отдельно патриота нет. Сам Бог через них сохраняет сейчас страну. Это для миссии. Я считаю, что это опять-таки, как вот Касаван говорил, по-моему, Касаван, по-моему, говорил, что вот здесь вот в Киеве проповедует Доме офицеров, он говорил, что вот сам даже флаг вот появившийся вот на карте политической после падения Союза, на карте политической мира, он как знак, вот именно знамение такое вот последнего времени урожая, мирового урожая, что судьба так быть именно вот хлебной такой страной, значит, духовного хлеба и миссия огромная. О чем еще в 19 веке. О чем еще в 19 веке. Невы поспилы тоже. Невы поспилы, аминь, аминь. И, значит, и многие пророчества, которые еще в 19 веке говорилось еще, значит, в начале 20 столетия говорились, они должны исполниться. И это судьба Украины. И вот помните, говорил об исцелении земли там при Азове как раз, от Мариуполя до Бердянска, когда Бог исцелил эту землю. Верующих туда послали на верную смерть, по сути, гнобили. А Бог исцелил эту землю, поднял в грунтовые воды, исцелил эту землю, был знак такой свыше. Это не имеет аналога вообще в истории до того, кроме деяний апостольских, трудно чем-то сравнить. Потому что сотни тысяч людей, этот брат Франчук Владимир, он историк, он предполагает, что до 300-600 тысяч могло быть по его разведке, будем так говорить, крещено Духом Святым. То есть огромное количество людей было крещено Духом Святым в то время. Излияние неслыханное со времен деяний апостолов и первой апостольской церкви. И это было именно в Украине, представьте, это было в составе Российской империи, при Азовье. Я служил за ним братом, верующим, который взял автомат, он так понимал, но я его не судил и говорил молодец. Это пехота. И они на БТРах. И все солдаты с его роты хотели сидеть с ним на БТРе. Там не было места, они цеплялись. Почему? Потому что его БТР, говорят, от него мухи, вот эти, понимаете, как гранатометы, отлетают. Никто не понимал, почему они не взрываются. Понимаешь? Бейм-бейм. И все. И все хотели с ним быть. Понимаете? Его даже приглашали, даже один плюс один, то ли герои Украины, что-то там такая была. Какие-то герои. Вот. Назва передачи. Да. И просто он говорит, я такой, я сам, у меня коленки дрожат, я в аэропорту. А он же не сын пастыря, нет? Не сын пастыря. И я в аэропорту, у меня коленки дрожат, говорю, боже, тихо не посуром. Ну, дай хоть показать, что я хоть не втечу, не забоюсь, разумеется. И они говорят, я не понимаю, что такое. А они говорят, потом рассказывают, ты знаешь, мы все так боялись. Короче, мы думали, сейчас убежим, но мы смотрели, что ты держишься. Ты стреляешь, короче, и мы, если бы не ты, мы бы все убежали. Ты для нас герой, короче. А он говорит, а я сам там молю. И тогда я все равно пал, пал. Где-то стреляю, он говорит, я где-то там по воронах стреляю, но не хочу тоже его убивать. А они все на меня ровнялись и стреляли туда, куда нужно, и отбили вот это нападение. А не воины, а это смерть, боже, да. Он говорит, я молюсь, и там время от времени нажимаю на крок. Он пятидесятник, но я такая бэ-бэ-бэ. Пятьдесятник? Да. И он такой брат вообще. У нас закончились деньги на дорогу, там, и он приходит, там, деньги на дорогу. Я говорю, надо, я хочу вас благословить, такой брат вообще. Он такие большие деньги. Брат вышел с религии, представляете? Да, вся церковь от него отвернулась. Да понятно. Нет Бога. Да, все. И он вышел, он вернулся домой. И вообще, слава Богу. А в каком городе живет он? Полтава. Полтаве? Да. Молодец. Надо с ним познакомиться. Толик, да. А вот было в новостях Железный Джексон, тоже про верующего брата. Он сын пастыря, да, что у него там сколько ранений. И он не... Это реально? Мы не встречались. Нет, не встречались. Мы тоже такая информация. Ну там же столько героев просто, я прозреваю. Тоже церковь отреклась, батько отрекся, и он пошел. То у него там ранения были прямые в голову. И врач там говорит, я... Бать, как он умирал и воскрешал, он покоялся. Той главный там хирург какой-то в больнице. Сказал я в голову свадьбу. И он выживает. Слава Богу. Мы таки видели чудеса, что я... Я в своем жизни молился за хвороб, каких-то инвалидных колясок стал. Я видел чудеса. Не то, что ребята рассказывали, это просто Библия. Я вам расскажу. Не пожалкуйте. Хлопцы, которые выходили из Долувайска. Эти морские котики. Вот там были. И их командир нашел. Мы остались живыми. И все, нас все окружили. Как выйти? И говорит, мы находим разбитый украинский блокпост, находим новый заповедь. Мы его до сердца, понимаете? А потом сидим. Что делать? Давайте читать. Каждое слово. Мы читаем. Что мы знали? Отче наш. Это наш. И этот командир каже до своих. Давайте сейчас за мной повторять. Отче нашим идем. Куда идем? Все окружено. Он говорит, что они берут новый заповедь, держат вперед. Отче наш. Это идут за ним. Отче наш. Говорят. Тихенько. Десять человек. За автоматом. Все. Идут. И говорит, тут сепаратисты копают окоп. Кажет. Пять метров. Вот нам нужно пройти. Они пять метров. Копают окоп. Что-то там смеется. Матюкается. И говорит, им заслепает. Бог что делает, короче. Они ничего не видят. Мы идем. Мы не понимаем, что происходит. Ну, дрянь, все. Брязка есть. А они не чуют. И не смотрятся на нас. И вот так как будто сквозь нас смотрятся. Мы не понимаем, что происходит. Мы молимся. Очи наш. Проходим. Очи перехрестились. Боже, спасибо тебе. Кажет. Мы поняли эту фишку. Мы пять раз так проходим. Мы поняли, что нас ничего не видят. И мы уже соби славу. Кажет. Истины. Упитания нет. Стоишь зранку. Берешь эту мочу. Флягу. Вот. Первый мочочек. Он не учился. Он говорит, что выпил, потому что нет, что пить. Он говорит, что Бог просто сверхъестествует. Он их выводил. Он три дня за мной ходил, рассказывал. Он от меня не отходил. Он говорит, что я отходил от этого всего. От этого стресса. Он говорит, что дайте мне хоть что-то. Что это у вас? Я говорю, что вино, когор. Можно? Я говорю, то на. Бери. Сляги, понимаете? Он говорит, что в первые разы человеку налил вина. У него руки трясутся. И он рассказывает про Божьи дела. Он немного успокоился. Это у когор выпил. Он просто это рассказывал. Он вывольнял, вывольнял. Потом говорит, что приходят они до нас. Кажут, что там наши друзья остались. Бог, напевно, меня проверял. Он говорит, что вы можете пойти на сепаратистскую территорию, для сепаратистов, видеть себя за московский патриархат? Да я за киевский себе левую. Это за московский. Это за московский. Поребрик. И я понимаю, что Бог меня испытывает, что я их люблю. Я говорю, я сейчас помолюсь и приду. Я уже попрощался с дружиной. Покажу, Наташка, я завтра иду на эту территорию. Все, прощавай. Потому что меня, если разкусят, то все равно. А вы московский патриархат? Да, а что? Я помолился, но попрощался с дружиной, с детьми. Потому что я понимаю, что я не могу не пойти. Я понимаю, что это Бог поставил передо мной вот такой план. Визов такой. Визов. И если я трус, я трус. Я забираю вещи, я еду назад. А что надо было сделать? Надо было идти по их сепаратистских блокпостах. И просто как-то идти, короче, шукать наших хлопцев. Но это надо было идти по дороге. Потому что наши хлопцы двигали дорогу. Живых любят их? Живых. Живых. Они вышли. Вот. У них закончился связь. Но наши знают, что вышли, что у них 10 человек. Они знают, что их друзья идут. И нужно их встретить. Понимаете? Вот. И они хотели меня как прекратить, как Штирлица. Чтобы я ишел вместе с ними. И я сказал, что готов идти. Они сказали, что с утра, в 6 дня. А что ты подписался за них и сказал, что это свои, что это все русские слова? Короче, там был у них какой-то план. Они мне еще до конца не рассказали. Просто я мог идти на эти блокпости. Типа, их отвлекать или что. Я не знаю, какие у них. Я уже точно не помню. Не буду думать. Я обучался. Ну, с жизнью я понимаю. Наши священники были там в этом. Ну да. Были в этом. Федополитические религии. Были в полонии. Они рассказывали, что уже ниж был тут у него. Наш протестантский капеллан. Да, ниж был тут. Вот. Секунда дела. И заходит этот чеченец. И говорит, что делаешь? Ну вот барашек. Какой ты что? Отпусти. Для чего? Ты понимаешь, что сейчас он пойдет в рай. Он умрет за Бога, за веру. Он пойдет в рай. Нет, не делай для него этого хорошего дела. Вот. И его выкинули. Ну, топняка и выкинули. Вот. Я поняла, что я могу... Ну, або барашек. И делаю его мучениками. И шеста година ранку. Слушайте. Шеста година ранку я уже приходу туда. И я вижу, ну, они там обнимаются с кем и с кем. Оказывается, 10 человек вошло. Еще 10 человек. Их друзей. Таких мы могли искать. Они в 5 часов ранку пришли. Представляете? Бог тоже их вывел. Вот. И там все обнимаются. Мы молимся. Мы включили христианскую музыку. Мы слушаем. Мы плачем. Замедливаются вот такие чудеса. И об этом никакие ни газеты, ни новости, ничего не говорят. О чудесах вообще Божьих мало. СМИ говорят. Это не популярная тема вообще. Бог не популярная тема на самом деле. Религии еще, да. Праздники, да. О чем угодно. О чудесах? Да, Бог живой Иисус. Да. Он для мира всего как бы в горле. Вот. И даже когда чудеса будет чудо спасать Украину, то очень мало кто из этих людей. Они православные. Они молятся как мне. Да, да. Он говорит. Я попадаю в полон. Ну, парень. Вот такой. Ну, я не знаю. Даже среди нас такого нет. Такой худенький. Он говорит. Ну, что я вам? Очи наши. А тут три таких здоровых вообще. Який спецназ. Вот. И он говорит. Меня связали. Я говорю. Это в фильмах. Я говорю. Хопа. Руки связались. В меню заднюю. Впало все. И говорит. И я вспоминаю, что я имел ножичок. Ну, такой, знаете, розходный ножичок. И говорит. Один приходит в туалет. Я беру ножичок. И этому другому. Хопа. Ну, так он не знал, куда запихать. Ну, так видно. Да. Один падает. Другой возвращается. Подбегает до меня. Накидается на меня. Ну, душит меня. И говорит. Он падает вот так на спину. Я на спину. Он на меня. И говорит. У него на голове был какой-то кольочек. Знаете. Не знаю, для чего. Кольочек говорит. И тот кольочек я стягиваю ему на рот. И я его задушил. На спину. Да. На спину. А клей можно нюхать. Да. Я не знаю, что это было. Кажем. Вытягивая у него ножи. Подбегая тратить. Это все секунды дела. Да. Подбегая тратить. Трех. Вот так вот. Трех амбалов. Так щупленький. И Давиде. Разумеет. Это с Мариуполя пастор Николай рассказывал. Я слышал. Да. Я рассказывал. С Мариуполя пастор Николай рассказывал. Как раз он вспоминал в эти дни тоже. Значит. Когда он к покаянию Бориса Пилипчука привел-то. Вот. Этого мента бывшего. Значит. Который сбил жену жестоко. Значит. И жена была в реанимации. Значит. А он с друзьями пьянствовал. А врачи говорили, что жена не выживет от побоев. Удары были несовместимы с жизнью. А он был из этих тоже. Беркуты или какие-то там. Ну. Такие спецподразделения. И. Он сам. Ну. Крепкий. Такой. Большой. Тоже там. Ну. По два метра. А его друзья выше меня. И сильнее. И тоже прошли горячие точки. Тоже какие-то Беркуты там. Они говорят. У себя в городе. Они там. Ну. Бывало. Ну. Руки чесались. Они говорят. Просто едем. Бродягу находим. И потом. Ну. Все сходило. Списывалось. И. Вот. Они такие как бы элиты считались. В этой области считались элитные такие милиционеры. И вот значит. И. И вот жена умирает. Потом он стал понимать. А ему все равно. Он с друзьями пьянствует. А ему только передали. Что вот сейчас придет этот пастор какой-то поговорить. Он говорит. А еще эти друзья ухмыльнулись эти амбалы. Они выше двух метров. Они выше меня. Говорят. Крепче меня. Сильнее меня. Прошли горячие точки. Боевые. Боевые. Ну. Мастера боевых искусств. Оба. Я не хилый. Но они еще. Ну. Посильнее меня. И. Говорят. Мы сидим и пьянствуем. И эти друзья его ухмыляются. Сейчас какой-то там поп придет. Значит. Мы сейчас ему сейчас ну. Вломим короче. Будет искать пятый угол. И все. Значит. А пастор Николай рассказывал. Ну. Он когда. Он пожилой уже человек. Но когда-то он воевал. Когда-то еще там значит. Тоже был советским этим. Младшим офицером каким-то там значит. Там. И потом уволился. Там. У него своя героическая история. Там. Прошлое. Но он не мощный. Такой. Ну. Среднего роста. Значит. Там как бы. Ну. Как сказать. И тем более. Он уже десятилетиями не практиковал ничего военного вообще. Десятилетиями уже. То есть. Это по молодости еще у него было там. И вот. И он рассказывает. Я сам молюсь. Значит. Понимаю. Что. Они взяли пост за его жену. Потому что жена. Врач сказал. Что она не выживет. Удара несовместимой жизнью. Не выживет женщина. Они молились. Бог по сути ее воскресил потом. Потому что она уже все. Уже. Кончалась уже. Эта женщина. И что интересно. Пастор Николай рассказывал. Значит. Он был у нас дома. Как раз. Жена моя. Мы общались. И он. И Борис это был. Пилипчук как раз. Значит. Покаявшись уже. Он как ягненочек был. Вчера убивал. Да. Сегодня как ягненочек был просто. И вот. Николай рассказывает. Я до конца не знал. Что я буду делать. Вот. Шел. Я понимал. Что я буду сейчас что-то. Ну. Ну. Конечно было больно за. Ну. Умирающуюся сестру. Тогда еще не знали. Она выживет. Не выживет еще. И вот. И вдруг. Я захожу в комнату. Эти вот амбалы. Только. Они только начали подниматься. И на меня. Так. Ду сходит. Святой. Что это. Это невероятно. Да. И вот. Короче. Потом. А потом. Молитва. до смерти. Представьте. Он их. И вот самое интересное. Он. Он. Понятно. Как котят просто. И вот. Это его сделало. Что он не ухмелье сошло сразу же. Он. Сейчас придет. Пастор. Виблия. Что-то пытается вякать. Ну. Сейчас. И все. А дух сошел так. Он может сойти дух так. А может этот сойти. В Новом Завете это возможно. Как в Симсоне. Да. Слава Богу, что наша теология не вмешается духу. Дякуем Тебе за сестры. И вот, что они доверяют свой час и служат Господе, благослови Марину, и прекрасную семину, и прекрасную человеку, чтобы она уже имезда呼став чтобы ему демонтировал эту смерть. Да Господи. Благослови цей д konsept. Благاذ. Благослови этих людей talentedになлир. Аминь. 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 Смачно. Да. Да. Я сейчас паузу сделаю. Это все записывалось, да? Потому что эти вещи надо... Можно что-то на свече? Обязательно. Сейчас я... Да, обязательно. Аминь.